В Дагестане следователям удалось восстановить картину трагедии, произошедшей в доме полицейского. Предполагается, что преступники следили за семьей из укрытия, дождавшись, когда хозяева уехали со двора, ворвались в жилище. Двое мальчиков, которых родители оставили дома учить уроки, оказались один на один с грабителями. Это первые кадры с места трагедии. Дом одного из сотрудников неведомственной охраны селения Белиджи. Он вместе с супругой и дочерьми вернулся из гостей и обнаружил тела сыновей, 11 и 12 лет. Мальчики оставались дома одни. Их дед приехал сразу, как только узнал страшную новость. Мужчина показывает следы крови на кухне и под лестницей. Здесь младший был, там старший был. Здесь младший, там старший? Да. А вон комната ехали детская. Кровати в детской заправлены. Мальчики не спали, когда в дом ворвались преступники. Подозреваемые, судя по всему, налетчик был не один, убили детей ножом, а затем похитили драгоценности и деньги. Горло порезено в обоях, множественные ранения в нескольких местах. Их людьми нельзя назвать. Это изверги, настоящие изверги. Дом полицейского находится на окраине поселка. В этом месте особенно вечером трудно заметить кого-либо. Есть информация, что преступники следили за семьей целые сутки, прятались в кабине грузовика. И когда родители вместе с дочерьми выехали на машине за ворота, они перелезли через забор по газовой трубе. По данным факту, следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по республике Дагестан возбуждено уголом дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами А, В, З, части 2, ст. 105 УК РФ. Сыновей родители оставили дома, чтобы те успели сделать уроки. Эксперты отмечают особую жестокость преступников. На теле одного из мальчиков 27 ножевых ранений. На причастность к нападению следователи проверяют всех местных жителей. Информации о задержанных пока нет. Автоинспекторы останавливают подозрительные машины в Белиджи и соседних населенных пунктах. С матерью погибших детей сейчас работают психологи, а отец отвечает на вопросы следователей. Сыщикам предстоит выяснить, было ли произошедшее разбойным нападением, это основная версия, либо речь идет о преступлении, связанном с профессиональной деятельностью главы семьи. Алексей Клюкин, Марина Гусарова и Оксана Гочеренко, телекомпания НТВ, Дагестан.